Если мы посмотрим свою историю, то увидим, что какой бы враг, какой бы агрессор не приходил в нашу землю, мы всегда давали достойный отпор, всегда побеждали. Самым главным врагом для нашей страны остаемся мы сами. И примером тому, в новейшей истории развал Советского Союза и последующая за этим годы бездремления 90-х. Мы все это прошли и все это видели вместе с вами. Сегодня все силы прогрессивного Запада нацелены на то, чтобы посеять панику, раздор, разброд в наше российское общество. Для них, для всех, мы русские. Представители разных национальностей, разных конфессий, мы русские и поэтому не имеем права жить на этой земле. Я хочу сейчас прочесть одно стихотворение, на мой взгляд, очень точное и очень правильное. Твоя Россия. Думай о ней, уберегись соблазнов и обманов. Одна молитва может быть сильнее, чем целый митинг сотни горлопанов. За Русь, на бой! Все суета, сует и суетой души захлебнулись. Одна молитва. Но молитвы нет. За Русь, на бой! И снова обманулись. Твой враг не там, не на коне с копьем, и не с мечом в открытом чистом поле. Он невидим. Его не взять живьем, ни силою, ни криками доколе! Твой враг раскол. Далекий. Вековой. И если в душах нету единения, ликует он. И тщетен подвиг твой на поприще российского спасения. Есть вера, Бог, Отечество и ты. Решета русских делает народом. Решись, уйди бесовской суеты, пусть даже струсил скажут мимоходом. Уйди и сам неистово молись, чтоб Бог послал и веру, и сплочение. Ни слез, ни покаяния, не стыдись во имя долгожданного спасения. Со всех концов истерзанной земли, как нити золота, прольются вверх молитвы, чтобы до Господа, до всех святых дошли, прося благословения правой битвой. Тогда сама собою станет рать, и будет вождь один. Одна дорога спасет Сарусь, и пусть не будут знать, что это ты все вывалил у Бога. Сарусь, и пусть не будет знать, что это ты все вывалил у Бога. Сарусь, и пусть не будет знать, что это ты все вывалил у Бога.